Последние два года несколько младенцев пострадали от людей в белых халатах и от сокрывающих их чиновников. И полицейских. И полицейских, да, конечно. Мы сейчас говорим, мы сейчас не можем не вспомнить у Морали Назарова, умершвленного в Питере. Мы сейчас не можем не вспомнить Родиона Танких, который был загублен в Ставропольском крае. Сначала виноват и человеческий фактор, потом виноваты лампы, потом лампы оказываются хорошие, потому что их закупал лично главврач. Эта информация постоянно на их порталах меняется. Поскольку главврач родственница прокурора, который в марте покинул свой пост, но тем не менее он брал под контроль вот эту проверку. То есть все они закрыты мандатами, потому что они все депутаты областной думы. Заведующее отделение, которое Матвея сожгли, в этот же день ушло на повышение в областную думу. Очень удивительно, почему избирается именно форма закрытого суда и тайное усыновление приплетается сюда же. Потому что Матвей, ребенок, которого уже не скрыть. Не скрыть в силу актуальности этой темы, в связи с раскрученностью этой темы. Более того, не скрыть, потому что просто этот ребенок, даже если ему будет сделано невероятное количество операций, все равно он будет очень узнаваемым ребенком. Когда охрана не пускает в здание суда, это уже просто прямое подтверждение того, что идет невероятное давление. Охранники же не по своей воле их не пустили. Поэтому сейчас просто попытаются подмахнуть какие-то документы за это время. И потом Матвея, наверное, тихонько куда-то сольют. И соседи по палатам едят и звонят нам обеспокоенные, говорят о том, что, вы знаете, не берут его практически на руки. Никакой приемной мамы там нет. Несмотря на то, что она получила направление на посещение ребенка 2 декабря, никто ее там не видел. Никто, конечно же, сейчас не поверит в этого таинственного усыновителя. Конечно же, у всех у нас есть большие сомнения. Большие сомнения. И мы придерживаемся мнения, что, конечно же, Матвея просто хотят от нас скрыть. И от этого становится еще более ужасно. Что плохого сделал этот ребенок? Кому он помешал? Дети, которых не отдали американцам по закону Димы Яковлеву, до сих пор часть из них находится в детских домах. Я говорю, это абсолютно ответственно, потому что троих из этих детей я знаю лично. Значит, вот с 2012 года идет использование детей, манипулирование детьми в политических целях. Я как-то другой страны, в которой бы это делалось, что-то не припомню, чтобы вот так вот использовали детей. Я думаю, что это очередной плевок в наше лицо со стороны властей, тульских, российских, это уже не важно. Слушая вас и глядя на то, сколько вот произошло таких вопиющих случаев, я просто понимаю, что ни наша власть, ни наше правительство, они не чувствуют, они не видят обратной связи. То есть обратной связи с народом нет. Никто не может, к сожалению, оказать на них давление. Только вот мы, собираясь здесь. Мы сегодня обращаемся ко всем людям из разных городов. Если рядом с вами происходят случаи, где нарушаются права детей, не проходите мимо. Пожалуйста, поддержите, помогите. Только когда мы будем выражать нашу гражданскую позицию, когда мы будем защищать детей, это общество изменится. Если чиновники не могут изменить это общество, значит люди его изменили. Матвей, не прощай! Матвей, не прощай! Матвей, не прощай! Субтитры подогнал «Симон»